МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске вы узнаете. Нарьенмар на время остался без воды и отопления. Во время строительных работ был поврежден водопровод. Когда восстановят водоснабжение и будут ли внесены коррективы в работу образовательных организаций. Школьные и дошкольные учреждения должны стать территорией, на которую не заходят взрослые. Соответствующее поручение дал глава региона Александр Цибульский. 90 лет вместе с читателями. Поздравление с юбилеем сегодня принимает старейшая газета русского севера Нарьяна Виндер. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Жители Наринмара сегодня остались без воды и отопления. Причина – повреждение водопровода во время подготовительных работ по врезке коммуникации строящегося дома по улице Пионерская. Авария произошла по вине строительной организации. Работы вела компания «Новатор». Инцидент произошел около 11 часов. Сегодня ночью было намечено плановое отключение в связи с врезкой в центральный водовод двух строящихся домов на Пионерской. И строительная компания «Новатор» проводила подготовительные работы. При производстве земляных работ повредили экскаватором действующий водовод. В связи с этим была отключена подача горячей и холодной воды во всех жилых домах и организациях от микрорайона Кармановка до лесозавода. Как ответила Наталья Бетхер, устранение аварии велось силами инженеров ПОК ИТСа и строителей. В 15 часов началась подача горячей и холодной воды в центральную часть Наринмара и микрорайоны. Без воды до полного устранения поломки останутся дома и организации, расположенные по улицам Пионерская, Ленина и Октябрьская. Если вдруг какие-то возникнут проблемы, у нас уже сейчас организован подвоз воды во все детские учреждения и учреждения здравоохранения по заявке. Заявки подают в диспетчерскую службу нашего предприятия. А по жилым домам, по жилым кварталам мы будем организовать подвоз воды согласно графика. Для снабжения горожан питьевой водой ПОК ИТС организовал автоподвоз воды. В районе Пионерской 6А стоит водовозка. Питьевую воду могут получать жители домов по адресам Октябрьская, Пионерская, 8, 10, 12 и Ленина. Горячая вода будет отсутствовать в домах и организациях, подключенных к котельной номер 1. Это детский сад «Кораблик», школа номер 1 и номер 3, издательский дом, пенсионный фонд, жилые дома по улицам Пионерская, Ленина и Октябрьская. По предварительным данным ПОК ИТС, инцидент окончательно будет устранен до 21 часа 7 ноября. Телефон аварийно-диспетчерской службы 4-22-25. Перспективы развития региона обсудили накануне губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский и депутаты окружного парламента. Встреча прошла в формате «Вопрос-ответ». В общей сложности, в ходе встречи, которая продлилась более двух с половиной часов, Александр Цибульский ответил почти на 40 вопросов, поступивших от парламентариев. Так, ряд вопросов касался системы мер социальной поддержки, которую государство оказывает жителям Ненецкого округа. В частности, по мнению депутата Ольги Карповой, остается проблемным вопрос необходимости неоднократного в течение года сбора документов для подтверждения права граждан на получение различного рода социальных выплат. Как заверил Александр Цибульский, решить эту проблему власти округа намерены уже к концу текущего года путем введения социальной карты жителя Ненецкого округа. Электронный носитель, который увяжут с банковской картой гражданина, будет содержать сведения обо всех мерах соцподдержки, которые положены владельцу соцкарты в соответствии с действующим законодательством. Говоря о развитии сельских территорий, депутат Наталья Кордакова предложила увеличить количество инструкторов по спорту в селах и деревнях. В проекте окружного бюджета на 2020-2022 годы средства на оплату работ инструкторов предусмотрены, сообщил губернатор, поддержав депутата в вопросе необходимости более активного привлечения жителей округа к здоровому образу жизни. Еще одна тема – очередь многодетных семей на получение компенсации взамен земельного участка. По словам Александра Цибульского, в следующем году очередь существенно продвинется, поскольку окружные власти заложили в проект регионального бюджета 200 миллионов рублей на эти цели. В текущем году на денежную компенсацию многодетным семьям взамен земельного участка предусмотрено 84 миллиона. В ходе встречи губернатор рассказал депутатам о работе по привлечению федеральных средств на реализацию госпрограмм и нацпроектов на территории Ненинского округа. В этом году сумма привлеченных средств из бюджета Российской Федерации составила более 3 миллиардов рублей. Это вдвое больше, чем в предыдущие три года и в четыре раза больше, чем в 2015 году. На встрече стороны обсудили и другие темы – качество интернет-связи на селе, строительство в Нарьинмаре, дома-интерната для престарелых людей и инвалидов, качество дорог, продление программы однопроцентного ипотечного кредитования, вопросы рыболовства, а также ход работ по строительству дороги Нарьинмар-Усинск. По предложению Александра Цибульского, в ближайшее время совместно с представителями депутатского корпуса состоится поездка на строящуюся дорогу, где депутаты смогут сами оценить, какими темпами строится дорога, которая свяжет Ненинский округ с Республикой Коми. В детских образовательных учреждениях Ненинского округа планируют внедрить системы безопасности, исключающие возможность влияния человеческого фактора. Соответствующее поручение Александр Цибульский дал в ходе очередного оперативного совещания. В частности, глава региона заявил о необходимости введения запрета на свободное посещение взрослыми школ. С понедельника попасть на территорию общеобразовательных учреждений родители смогут только в сопровождении учителя. Школа, детский сад – это территория, где могут находиться только дети. И, поверьте, это крайне эффективно, это будет не нравиться родителям. Они, наверное, будут написать жалобы, но, значит, надо это перетерпеть. В сущности, надо говорить, что ошибка в этих вопросах может иметь трагические последствия. И мы, к огромному сожалению, это испытали каждый на себе. Поэтому я прошу вас еще раз собраться и всех родителей я прошу отнестись в этом смысле к пониманию, к этому решению, что с понедельника школы должны стать территориями, на которые взрослые могут находиться, даже если это родители детей, только в сопровождении учителей. Просто свободного прохода в учебные учреждения взрослых людей не должно быть. Помимо экстренных мер, глава региона поручил внедрить в школах и детских садах региона системы безопасности, которые позволят исключить влияние на них человеческого фактора. К исполнению соответствующего поручения, по словам Александра Цибульского, уже приступил Департамент цифрового развития связей и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа. Как это должно выглядеть? Должна быть карточка у каждого родителя, на которой должны быть прописаны основные данные. Фамилия, имя отчества ребенка, степень родства, фамилия, имя отчества забирающего родителя, которые внесены в список, которые родители определят для людей, которые имеют право забирать детей. Это может быть бабушки, дедушки, няни, в зависимости от того, какая ситуация в семье, какое устройство. Дальше должен на входе стоять считыватель карточек, который прикладывается к карточке, который дальше проверяет эту информацию. Значит, надо эти сделать датчики либо под печатку пальцев, либо по определению лица. Ну, как бы уже сегодня у каждого там флайна у нас в телефоне это есть. И затем система должна сама определять, есть или нет доступ к человеку, который подошел с этой карточкой. В случае, если эта карточка утеряна, чтобы никакие чужие люди тоже не могли туда зайти. Технические варианты решений глава Ненинского округа поручил проработать в максимально короткие сроки. Сегодня в Наринмаре состоялась очередная 18-я сессия собрания депутатов Ненинского округа. В повестке дня 12 вопросов, в их числе обращение в правительство Российской Федерации по вопросу усиления безопасности в российских образовательных организациях. Предложено внести изменения в соответствующие нормативные документы в части обязательного оборудования учреждений не только системами видеонаблюдения, но и системами электронных пропусков, а также единого стандарта обеспечения безопасных условий обучения. Обращение подготовлено в связи с недавней трагедией, произошедшей в детском саду «Сказка». Подробнее о других вопросах в материале Ольги Руссу. Проект окружного бюджета на ближайшие три года утвержден в первом чтении. Соответствующий закон на 18-й сессии представила вице-губернатор Татьяна Лагвиненко. Концепция бюджета на следующий год достаточно консервативна, так как Департамент финансов и экономики исходит из реальной оценки доходной части бюджета. Бесспорно, определенные приоритеты будут сохранены. Это реализация региональных проектов, сохранение социальных выплат, продолжение строительства начатых объектов, улучшение качества жизни населения. Прогнозируемый общий объем доходов окружного бюджета на 2020 год составляет 16,8 миллиардов рублей, расходы 19 миллиардов рублей, дефицит 2,3 миллиарда рублей. В структуре расходов окружного бюджета наибольший удельный вес в следующем году составят расходы по следующим разделам образования 27%, национальная экономика 22%, социальная политика 18%, жилищно-коммунальное хозяйство 9% и здравоохранение 8%. Расходы на социальную поддержку граждан в 2020 году составят почти 2 миллиарда рублей. В законопроекте предусмотрена индексация отдельных мер социальной поддержки, а также бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в размере 2,3 миллиарда рублей. Проект бюджета прошел согласование в счетной палате. Счетная палата провела экспертизу проекта закона об огруженном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. По мнению счетной палаты прогноз доходов реалистичен, поскольку он основан на уточненном прогнозе социально-экономического развития Нинско-Автономного округа. Доходы и расходы бюджета по сравнению с 2019 годом снижаются. Тем не менее, на основании анализа исполнения окружного бюджета в 2017-2018 году можно сделать вывод о том, что фактическое исполнение бюджета по сравнению с прогнозируемыми показателями существенно отличается. Полагаем, что если фактически сложившаяся цена на нефть будет выше, чем она запланирована в бюджете, то возможно поступление сверхплановых доходов в окружной бюджет. Председатель постоянной комиссии по экономической политике и бюджету Наталья Кордакова прокомментировала работу над проектом этого закона. В соответствии с окружным законом о бюджетном процессе администрация округа представила в собрании депутатов окружной закон, который сегодня был рассмотрен на сессии в первом чтении. Дальше у нас пойдет работа по расходной части бюджета, самая сложная, там будет несколько у нас комиссий по всем ГРБС, подробно будет рассмотрено. В Нинецком округе приняли стратегию развития региона до 2030 года. Она включает ключевые тематические блоки по основным направлениям экономического развития региона. Развитие человеческого капитала и социальной сферы инфраструктурного развития, природопользования и экологической безопасности государственного и муниципального управления пространственного развития региона до 2030 года. Подготовка проекта стратегии осуществлялась с учётом методических рекомендаций по разработке и корректировке стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации плана мероприятий по её реализации, утверждённых приказом Министерства экономического развития Российской Федерации. Было много проведено встреч, в том числе и с депутатским корпусом. Были у нас вопросы, которые возникли при её рассмотрении на комиссии собрания депутатов. Они касались в первую очередь того, что в стратегии не были учтены вопросы, связанные с социально-экономическим развитием коренных и малочисленных народов, проживающих в Ниньском автономном округе. Мы сделали предложение, чтобы разработчики поправили этот момент, и этот раздел стратегии появился. Будем надеяться, что при реализации те планы, которые в стратегии заложены, они найдут своё воплощение, и всё запланирование послужит на улучшение качества жизни и благосостояния жителей Ниньского автономного округа. Также народные избранники предложили учесть развитие национальных видов спорта. Ещё одно предложение депутатского корпуса – разработать стратегию социально-экономического развития муниципальных образований в разрезе сельских поселений округа. Все предложения депутатского корпуса были учтены при доработке стратегии. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Антон Водряков, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Сегодня день рождения отмечают старейшее печатное издание Ниньского округа. 90 лет любимая всеми жителями региона газета «Нарьяна Виндер», или как её по-домашнему называют читатели «Нарьянка», рассказывает о жизни округа, его жителях, победах и поражениях, печалях и радостях. В день юбилея коллектив старейшей и любимейшей в регионе газеты принимает поздравления. Одними из первых коллег поздравили сотрудники Ниньской телерадиовещательной компании. Главный редактор газеты Галина Торцева поделилась воспоминаниями о своей трудовой биографии в Нарьянке. Газета дала знакомство с очень многими людьми, с проблемами регионов, региона нашего, потому что за эти годы я объездила Веснеинский автономный округ, в том числе и на лошадках. И один раз, когда с буровой ехали, мне даже доверили руль, и я немного по зимнику вела на оленях, на лодках, на катерах, на вертолетах. Короче, объездила весь Ниньский округ, знакомствовала с людьми, с удивительными людьми. Вот, это дала мне газета. Окружная газета «Нарьяна Виндер» – это совместный труд журналистов, корректоров, верстальщиков. Несмотря на преклонный возраст, сейчас старейшее окружное печатное издание идет в ногу со временем, покоряет интернет. Нарьяна Виндер, как добрый долгожданный гость, регулярно приходит в дома к жителям Ниньского округа. В окружной столице продолжает работу социальный проект «Арктический бал» и «Школа светских манер». Ребята обучают светским манерам, основам этикета и стиля. В рамках проекта в регионе впервые пройдет бал с участием камерного оркестра из Архангельска и представителей династии Романовых, а также окружных деятелей культуры. Сейчас подготовка к главному мероприятию в самом разгаре. Ребята разучивают классические танцы – полонез, вальс и кадриль. Наша съемочная группа побывала на одной из репетиций. Слово Натальи Кисляковой. Более 30 участников проекта «Школа светских манер» репетируют полонез. Именно этот танец открывал придворные баллы. Его еще называют королем марша из-за грациозности, торжественности и величия. Это очень интересно – окунуться в дни 18-19 века, почувствовать твой эпоху, понять, как там было в те дни, померить на себя все-таки это платье. Станцевать. Это очень интересно, мне это кажется. В нашем округе это проводится в первый раз, поэтому подумали, почему бы нет. На самом деле участвую в таком масштабном действительно мероприятии. Для нас честь, к тому же мы первые, кто участвует в этом проекте. И я думаю, это будет очень здорово. Уникальность проекта в том, что ребят на протяжении двух месяцев ждут различные мастер-классы, лекции и творческие встречи. Один из приглашенных спикеров – гуру светской этики и представитель царской семьи Романовых Иван Арцищевский. Он много лет умело дирижировал многочисленными визитами и встречами на международном уровне. Иван Арцищевский преподаст воспитанником школы светского воспитания – основа делового, столового и бального этикета. Мне первым делом стало интересно, что будут обучать этикету XIX века. Для меня это крайне необычно, и поэтому я решил с радостью прийти. Ну и, походу, объяснили, что будут танцы обучать, ну, больным танцам. Там визажист приедет, там всех тоже намалюют как надо. Не знаю, и прикольно будет, особенно завершающий вечер. Помимо творческих встреч, светские дамы и кавалеры проекта примут участие в уникальной фотосессии «Дворянская жизнь» в стиле конца XVIII – начала XIX века. Лучшие фотопортреты будут представлены на выставке в рамках проведения Арктического балла. У молодёжи данный проект вызвал ажиотаж. Например, Владимир Бурлуцкий ради него попросил отсрочку от армии. Я договорился с военкоматом, чтобы меня отсрочили призыв. А что ты им сказал? Какая была причина? Выступление на Первом Арктическом балу. Ну, как они, с пониманием отнеслись? Что тебе сказали? Да, сказали, что всё хорошо, и повестку переписали с 10 ноября, но на 8 декабря. Сейчас ребята активно готовятся к Арктическому балу, который пройдёт в окружной столице 6 декабря. Шьют кители, бальные платья и постигают азы классических танцев. Волнение в любом случае будет, хоть и на сцене бывало очень часто. Что я жду? Я жду очень хороших эмоций и классного танца, чтобы мы поставили и очень хорошо танцевали. На первой репетиции было очень тяжело, потому что, во-первых, мы почти никогда не танцевали с партнёром. И хоть мой партнёр был очень хороший друг, всё равно было тяжело очень найти вот эту вот точку соприкосновения, после которой было легко танцевать. Но постепенно нашли, и вот сейчас репетируем уже более успешно. Я жду, конечно, первый бал. Это что-то и знакомое одновременно, но всё же ожидаемо. Очень большие надежды на него, так как должно быть очень красиво это всё быть. Напомню, проект «Арктический бал» и «Школа светских манер» стал лучшим в конкурсе творческих инициатив окруженных НКО. Его поддержал Департамент образования, культуры и спорта Неницкого округа. На реализацию инициативы региональной общественной организации по сохранению традиций и культуры народов Возрождения был выделен 1 миллион рублей из окружного бюджета. Наталья Кислякова, Любовь Пермякова, Антон Вдарьков, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска прогноза погоды – группа компаний ЛСР. Редактор субтитров А.Семкин